Его имя носил князь Дмитрий Донской. Есть большое количество сведений в источниках, в летописях о том, как молились Дмитрию Солунскому, наши предки, прося его заступления, избавления и помощи. И часто так случалось, что действительно войска отступали. Иногда Дмитрий насылал некий туман. Воины собирали это масло чудодейственное для того, чтобы протереть себе сапоги, пожарить на нем рыбу. На нашей же иконе, пришедшей после революции в собрание нашего музея, великомученик изображен сидящим на троне. Добрый день! Сегодня я расскажу вам об уникальном произведении, иконе конца XII-начала XIII века, на которой представлен великомученик Дмитрий Солунский, в оседающий на троне. Эта икона – одно из редких и очень интересных изображений святого, которое попало в собрание Третьковской галереи, как и многие другие иконы, после революции. Икона эта изначально находилась в Успенском соборе города Дмитрова. И стоит отметить, что город Дмитров был посвящен великомученику Дмитрию Солунскому, а основан он был в 1154 году в честь рождения сына Севолода, получившего в крещении имя Дмитрия, у хорошо известного нам князя Юрия Долгорукова. Прежде чем мы начнем свой рассказ об иконе Дмитрия Солунского на престоле, я хотела бы несколько слов рассказать о житии самого великомученика. Это прославленный воин, известный в традиции христианства греческой, византийской, древнерусской. Источники сообщают о его житии немного. Известно, что он был знатного происхождения, он был сенатором, и жил он в городе Фессалонике, которые по-славянски назывались Солунь. Открыто проповедовал Христа, несмотря на то, что в конце III-начале IV века христианство было под запретом, оно не было признано государственной религией. И так получилось, что Дмитрий, будучи воином и будучи человеком знатного происхождения, должен был бы воздерживаться от проповеди христианства. Несмотря на это, он собирал жителей города, рассказывал им о Христе, о Евангелии. И когда в начале IV века, примерно в 306 году, в город прибывает император, которого источники называют либо Максимиан, либо Максимиан-галерий, естественно, императору доносят о том, что Дмитрий проповедует Христа. Император был взбешен. Дмитрия сразу же отправляют в заточение в темницу, но расправу над сенатором откладывают на несколько дней, потому что должны были состояться гладиаторские бои. И в этих боях должен был принять участие и, естественно, победить любимец императора гладиатор по имени Лий. Когда подготовка к этим гладиаторским боям была закончена, то к Дмитрию в темницу приходят последователи. И его друг Нестор, который также был христианином, он был юношей незнатного происхождения, но просит у Дмитрия благословения для того, чтобы сразиться с этим страшным гладиатором. Дмитрий дает ему благословение, Нестор побеждает, он убивает Лия на глазах императора, он закалывает его копьем. И для императора это было действительно потрясением, потому что победоносный гладиатор, который являлся предметом личной гордости, вдруг потерпел поражение от никого неизвестного юного человека, к тому же оказавшегося христианина. Нестора казнили. Перед этим спросили, чьей силой ты получил такое могущество. Он сказал, что вера в Христа и благословение Дмитрия дали мне возможность победить вот этого страшного воина. К Дмитрию в темницу отправляются приближенные императора и закалывают его точно так же, то есть Дмитрий был убит точно так же, как погиб вот этот гладиатор Ли. Его закалывают копьем, что иногда изображается на иконах. Через буквально некоторое время к Дмитрию, убитому погибшему воину, приходит его слуга по имени Луб, который собирает его кровь, снимает с руки его перстень, берет частицу его рубашки и вот с этими святынями он потом тоже будет проповедовать Христа и исцелять больных. Дмитрия хоронит христианин недалеко от того места, где он претерпел мучения, то есть от римской темницы. И через некоторое время, буквально по прошествии каких-то десятилетий, приезжает в Салонике знатный человек, эпарх Иллирика, который был болен и который знал о том, что был некий мученик Дмитрий, почитающийся местными христианами и очень часто избавляющий их от недугов. Его возлагают на то место, где находилось захоронение Дмитрия, он исцеляется, и тогда он жертвует средства для строительства храма. И в V веке над местом захоронения Дмитрия был возведен удивительный храм, который, к сожалению, не сохранился до наших дней в первозданном виде, поскольку он перестраивался во время землетрясений и пожаров, но, по счастью, все-таки значительная часть сооружения уцелела, мозаики сохранились, и поэтому сейчас, когда туристы и паломники прибывают в город, то они могут в полной мере ощутить вот ту удивительную атмосферу этого древнего храма, спуститься в крипту вечером, особенно во время ночных богослужений, которые там совершаются, ощутить вот этот удивительный дух древней крипты и присутствие святого покровителя Дмитрия Солонского. Дмитрий Солонский, в отличие от многих других прославленных святых, действительно является покровителем воинов, и наряду с Георгием, наверное, был одним из самых почитаемых святых. И у него есть одно удивительное качество, у его мощей вернее, это источение мира. Это такая особая благодать, благость Божия, когда прославленные святые, их останки, их мощи, источали благоуханное мысленистое вещество, называемое в христианстве миром. И Дмитрия в греческой традиции называют мироточивым. Это действительно было замечательным явлением, поскольку вот за этим благоухающим веществом, начиная еще с ранней христианской эпохи, собирались паломники со всего света. Для того, чтобы унести домой частицу вот этого благоуханного мира, они приносили с собой ампулы или приобретали их в салониках. Это такие маленькие были глиняные сосудики, на которых изображался или великомученик, или кто-нибудь из других святых. В них собиралась вот эта чудотворная жидкость, и паломники увозили, ее развозили по миру. И поскольку, как я уже сказала, Дмитрий был покровителем воинов-военачальников, то у воинов образовался некий благочестивый обычай, когда перед страшным сражением они пытались натереть себя этим самым благовонным миром, таким образом призывая помощь великомученика Дмитрия. Чуть-чуть позже, в VI-VII веках, от мощей великомученика действительно происходит огромное количество чудес, которые в VII веке, мы действительно говорим о очень древних сейчас временах, архиепископ Солунский Иоанн записывает. И это получилась очень внушительная, большая, такая, скажем, книга, где собраны разные рассказы и простых людей, которые прибывали из разных городов Византийской империи для того, чтобы получить исцеление от своих недугов. И включает истории, которых излагается спасение Солоник от многочисленных вражеских нашествий, когда действительно часто так случалось, что войско вражеское могло подойти к городу буквально за несколько часов, и неподготовленные воины и неподготовленное руководство города единственное могло что совершить, это возносить молитву к своему небесному покровителю. И часто так случалось, что действительно войска отступали. Иногда Дмитрий насылал некий туман, иногда войска путались по дороге, буквально на подступах могли уйти в какую-то другую местность. А иногда происходили удивительные события, как, например, во время войны с болгарским царем Калаяном, когда болгары стояли уже около Солоник, Дмитрий явился во сне царю Калаяну, и на следующее утро его нашли мертвым. Естественно, потеряв своего предводителя, болгарское войско вернулось обратно. Таких чудес было очень много. По этой причине русские князья после крещения с большим вниманием относились к памяти Дмитрия Солонского, к его почитанию. И если среди наших слушателей есть любители древней истории, истории Киевской Руси, то наверняка они вспомнят несколько известных персонажей, князей, названных в честь великомученика Дмитрия. По русской традиции князья, как правило, имели два имени. Первое было обычным, славянским, к которым к нему обращались подчиненные, воины, а второе было крестильным, получаемым во время крещения. И вот это имя, естественно, давалось в честь каких-то известных святых, покровителей, полководцев, которые должны были сопутствовать победам, удачам того или иного князя. И так получалось, что действительно уже в Киевской Руси создавались замечательные изображения в мозаиках, фресках. Мы знаем удивительно очень красивый образ великомученика Дмитрия во фресках Софии Киевской. И эта же традиция почитания была перенесена потом из Киевской Руси во Владимира-Суздальское княжество, Владимира-Суздальскую Русь. И как раз заказчик нашей иконы являлся Владимирским князем. Судьба его очень интересна. Мы с вами прекрасно знаем об основателе Москвы, о князе Юрия Владимировича Долгоруком. И знаем о том, что прозвище свое Долгорукий он получил не потому, что у него было некое физическое увечие, а потому, что он должен был находиться во Владимира-Суздальских землях в своем уделе, который был по закону ему оставлен, но ему очень хотелось быть киевским князем. И поэтому он тянул свои длинные или долгие руки из Владимира-Суздальской Руси до Киева. В какой-то момент ему повезло, он становится киевским князем, но он не был популярен. И через несколько лет правления он был отравлен. Если бы он был просто киевским князем, навряд ли бы он был так известен сейчас и вошел бы в историю. Тогда как славу ему принесла Москва, где он когда-то проехал во время охоты, укрепил город и стал считаться ее основателем. Так вот, у Юрия Владимировича Долгорукова было два брака. От первого родился князь Андрей Боголюбский, прославленный воин, строитель многих замечательных храмов во Владимире, тот самый, который понял, что в Киеве ему не усидеть, поскольку есть много других претендентов на этот славный престол, и забрав Богоматерь Владимирскую, он уезжает во Владимир. Тогда икона Богоматери не носил еще эпитета Владимирской, это был просто почитаемый образ Пресвятой Девы. Вторым браком после смерти первой жены князь Юрий Владимирович был женат на некой византийской принцессе. Вот, к сожалению, имени мы ее не знаем. Это очень жаль, потому что информация такого плана дала бы нам возможность восполнить картину жизни и самого Юрия Владимировича Долгорукого, и его сыновей. И когда князь Юрий был отравлен в Киеве, то его старший сын Андрей для того, чтобы не было усобиц, вражды и не было никаких претензий на Владимирский княжеский стол, он совершает совершенно замечательный вот такой поступок, сейчас кажущийся нам очень смешным. Он отправляет в ссылку вторую жену и своих братьев по отцу в Константинополь, в столицу Византийской империи, то есть фактически на родину матери. И византийский император Мануил Комнин принимает принцессу. Несколько лет Всеволод живет с матерью и младшими братьями в Константинополе. Возможно, он путешествовал в Салонике для того, чтобы поклониться мощам своего святого покровителя. К сожалению, источники об этом умалчивают. И по прошествии нескольких лет Всеволод возвращается, Всеволод Димитрий, он возвращается на Русь, брат его принимают, они совершают вместе несколько походов. И опять взываю к нашим слушателям, если им хорошо знаком текст слова о полку Игореве, то наверняка они могут вспомнить слова автора этого замечательного произведения, где он, описывая войско князя Всеволода, говорит о том, что его воины могли бы своими шлемами вычерпать Дон и расплескать веслами Волгу. Столь многочисленно было его войско и столь хорошо оно было подготовлено. После того, как в результате заговора погибает его старший брат Андрей, Всеволод становится князем, побеждая в распрях княжеских, и, естественно, он, как прекрасно знакомый с житием своего небесного покровителя, к которому он постоянно обращался в молитвах, он желает прославить своего святого во Владимире, в столице своего княжества. Естественно, он был прекрасно образован, он знал и греческий язык, поскольку проживал несколько лет в столице Византийской империи при дворе самого императора, который потом им выделил некоторые города в удел. То есть, он мог бы и остаться в Византии, но очень хотелось вернуться на родину, очень хотелось вернуться на Русь. И Всеволод, который к тому времени получает прозвище «Большое гнездо», потому что у него было 12 детей и 8 сыновей. Отправляет послов, гонцов в Салоники и просит принести из Салоник реликвии, касающиеся памяти и связанные с жизнью его небесного покровителя. Это была частица вот той самой рубашки. Если помните, вначале я вам говорила, что после убиения Димитрия собирает реликвии, связанные с его жизнью его слуга, то есть омоченную в крови рубашку, которая потом хранилась в Салониках, в базилике. Частицу вот этой святыни ему привозят и привозят икону, которая называлась «Доской гробной». Неизвестно, была ли это икона, которую просто осветили на мощах святого Димитрия, или действительно, возможно, она была в размер вот того самого саркофага, где хранились мощи мироточивого чудотворца, но так или иначе приезжает удивительная икона, написанная в Салониках, где святой изображен в рост. Так получилось, что эта реликвия сейчас хранится в Успенском соборе Московского Кремля, и, к сожалению, древней живописи на ней не сохранилось, потому что икона пострадала во время одного из московских пожаров, и в 1701 году иконописцы оружейной палаты ее заново записывают, поновляют, то есть фактически сохраняют древнее изображение, но живопись уже начало XVIII века. И эта икона предназначалась для удивительного собора, который был возведен приблизительно в конце XII века, и его фасады были украшены резьбой. Сейчас мы имеем очень мало подобных примеров и таких шедевральных образцов древнерусской белокаменной резьбы. И на фасадах этого храма, помимо сказочных зверей, каких-то фантастических существ, различных драконов, древних мудрецов, такие, как, например, Давид, псалмопевец. Князь попросил изобразить себя и пятерых своих сыновей. Вот к тому времени у него было пятеро сыновей, несколько дочерей, и младшего он держит на руках. Это удивительный пример, такой вот чудесно сохранившийся средневековый портрет правителя и его семьи. Чуть-чуть вернемся из Владимира в салоники, чтобы вы понимали масштаб происходящих событий и уровень значимости и почитания святого Дмитрия. С 80-х годов 12 века начинается череда крестоносных походов, когда на Византийскую империю обрушиваются крестоносные войска. И вот во время одного из нашествий, когда салоники были уже покорены норманами, в храм, где хранились мощи, приходят воины. И, видя вот это непрестанное миротечение, чтобы понять, насколько обильно было излияние этого мира, его было действительно очень много. И хроники, средневековые хроники говорят о том, что воины собирали это масло чудодейственное для того, чтобы протереть себе сапоги, пожарить на нем рыбу. И, естественно, после вот такого нечестия миротечение прекращается. Потом оно немножечко восстанавливается, но мощи были украдены. И фактически на протяжении нескольких последующих столетий они пребывали уже в Западной Европе. Оставлена была часть мощей в базилике, вернулись они, если мне не изменяет память, где-то уже в 70-е годы 20-го века. И вот в таком состоянии базилика дожила до падения Византийской империи, когда указом султана она была превращена в мечеть. для православных был открыт доступ только в одну из башен, где устроили так называемый кено-таф. Таф это могила, кено это пустое, то есть как бы некое пустое надгробие, потому что мощей уже не было как таковых. Миросечение естественно закончилось, был только некий источник чудотворный, который сейчас сохраняется. И вот этому пустому кено-тафу, то есть некому подобию гробницы, было разрешено прикасаться христианам, приходившим к Димитрию по-прежнему с молитвой, с надеждой. И так получилось, что усилиями князя Всеволода Димитрия город Владимир становится новым центром почитания этого святого. В самом начале я упомянула вам о том, что князь Всеволод родился в 1154 году и в память этого события Юрий Долгорукий основал недалеко от Москвы, рядом с рекой Яхромой город, назвав его Дмитров, то есть в честь Димитрия Солунского и, соответственно, посвятив его своему сыну Дмитрию. Там когда-то тоже находился храм, посвященный памяти великомученика, но часто и пожары естественно его уничтожили. Судьба его теряется где-то в 15 веке, когда на месте вот этого Дмитриевского храма был возведен новый собор, освященный в честь Успения Богоматери, который сейчас сохранился до наших дней, а Нижняя Церковь по-прежнему была посвящена памяти великомученика. И вот в тот древний Дмитриевский собор, не дошедший до наших дней, города Дмитрова, князь хитоне в обычной плаще закутанной и с крестом в руках, что указывало на конец его жития, мученический подвиг. Чаще же изображался как воин в доспехах, в латах, со щитом, копьем, мечом, то есть полным набором воинского вооружения. На нашей же иконе, пришедшей после революции в собрание нашего музея, великомученик изображен сидящим на троне, фактически уподобленным правителю. И он изображается в воинском облачении, в доспехах, в сапогах, компагиях, поверх доспехов развивается плащ, в руке у него меч, который он вынимает из ножен со своими грехами. И вот тот, кто умел отсекать подобно мечу свои грехи, свои греховные побуждения, стремясь ко Христу, действительно становился сопричастен к Христу. И поэтому меч на протяжении многих столетий в искусстве являлся еще и образом Слова Божия, и образом Победы. И поэтому Димитрий, сидящий на престоле, он демонстрирует оружие Победы, реальный меч, но с другой стороны он показывает, что он является воином Христовым, совершившим все свои победы прежде всего по благодати Спасителя, по молитве ко Христу. И именно поэтому в верхнем углу нашей иконы изображается Спаситель, который благословляет Димитрия. Ангел в другом углу иконы, справа, изображается свинцом, венец, как некий дар, как некий символ победы над грехом и победы над неверием и символ божественной сопричастности, который должен возложить ангел на главу Димитрия. И вот такая уникальная иконографическая программа очевидно была разработана при участии самого князя, являвшегося заказчиком этой иконы или ктитором, когда он хотел прославить своего святого как доблестного воина Божия и как победоносного полководца, который восседает, словно отдыхая после битвы на престоле. Вот подобных изображений Димитрия на престоле очень мало сохранилось к настоящему времени. Если когда-то нам повезет и мы опять начнем очень радостно путешествовать и кто-то из наших слушателей окажется в Венеции, пожалуйста, обратите внимание на фасад храма собора святого Марка, рассмотрите поподробнее эти рельефы и увидите там Димитрия, очень похожего на нашу икону, который сидит не на престоле, не на троне, а на несколько более скромном кресле, но тем не менее в такой же позе, как и святой, изображенной на нашей иконе. Это византийский рельеф, который когда-то венецианцы украли, как они часто это делали, и вставили потом в фасад собора святого Марка. Вот такой победоносный образ, очевидно, был известен Византии, но сохранилось очень-очень мало примеров. На некоторых печатях князей болгарских, русских князях изображался тронный Димитрий, который несколько приподнимает меч, вынимая его из ножа. Но икона такого масштаба большая сохранилась одна, и надо сказать, что еще одной уникальной деталью, которая когда-то была на этой иконе, это являлся нательный крест святого Димитрия. К сожалению, сейчас мы вам можем показать только его контуры, поскольку в 24-25 годах реставраторы случайно удалили по ошибке этот крест. Так бывает, от ошибок никто не застрахован. Как вы знаете, иконы в русской традиции очень редко сохранялись до XX века в первозданном виде, потому что темнело олифа, вот свой лака, который покрывает живопись. Пытались уже в Петровское время поновлять, переписывать иконы в традициях вот той самой новой манеры, более понятной молящимся, более понятной, более принятой в искусстве. И поэтому реставраторы, раскрывающие древние памятники, действительно очень часто сталкивались со сложными задачами, когда нужно было с произведения снять несколько слоев масляной, темперной живописи, загрязнений. Естественно, некоторые ошибки случались. Вот по этой ошибке был удален этот крестик, потому что фактически не сохранилось изображений, на которых святые носят натильные кресты. Мне удалось во время наших исследований, во время наших изучений этого памятника найти только одну аналогию. Я консультировалась с греческими коллегами. Это фрески на острове Кефалония XIII века, на которых святые воины также изображались натильными крестами. Икона, о которой я вам рассказываю, находится в постоянной экспозиции Третьяковской галереи. Ее может увидеть каждый желающий, каждый посетитель. И если кто-то интересуется более углубленно древнерусской живописью, может обратиться к нашему новому изданию. Это том академического каталога, вышедший буквально год назад, в котором представлены результаты изучения древнейших памятников собрания Третьяковской галереи. И внимательный читатель там найдет многочисленные сведения и о другом изображении великомученика Дмитрия, мозаичном изображении, где святой представлен в рост. И также сможет познакомиться с подробными результатами отчетов исследования наших икон, и в частности образа великомученика Дмитрия Саунский на престоле. Поскольку в настоящее время Третьяковская галерея обладает и уникальным коллективом специалистов, и уникальной аппаратурой, позволяющей заглянуть внутрь многих тайн, увидеть при помощи специальной съемки рисунок, изменение рисунка, потому что иконописцы были удивительными художниками, изображая предварительное, делая предварительный рисунок, потом могли часто его поменять, потому что видели какие-то недочеты, видели, как более выразительно можно сделать ту или иную деталь, и сейчас наша современная аппаратура дает нам возможность заглянуть в эту творческую кухню, понять, как происходил процесс создания памятника, и соответственно реконструировать первоначальный облик произведения. Так, в частности, после рентгенографирования удалось выяснить, что когда-то на полях иконы находились драгоценные серебряные украшения. святой имел скорее всего серебряный позолоченный, нимб такой же был у спасителя, у ангела, и удалось выяснить, что несколько была изменена первоначальная композиция иконы, поскольку делались поновления, переписывалось произведения, и вот все эти результаты, они как раз представлены в нашем новом издании академического каталога, там можно найти макросъемки, на которых пигменты, употреблявшиеся иконописцами, действительно напоминают некий макрокосм, такую вот вселенную, настолько красивы вот эти натуральные пигменты, лазурит, особенно синий цвет, часто использовавшийся для создания образов. И благодаря как раз вот этой кропотливой работе наших исследователей удалось реконструировать вот эти утраченные детали, такие как красная цепочка с крестом, когда-то изображенным на шее великомученика Димитрия. В завершении я бы хотела вам напомнить несколько исторических фактов почитания Димитрия Солонского на Руси. Его имя носил князь Димитрий Донской. И после победы на Куликовом поле в русской духовной жизни появилась традиция в начале ноября, поскольку по старому стилю память Димитрия Солонского празднуется 26 октября, по нынешнему это 8 ноября. И вот как раз в этих числах в одну из суббот совершается поминовение усопших и называется эта служба «Родительская Дмитровская суббота» как раз в память великомученика Димитрия Солонского, покровительствовавшего не только нашим воинам, но и нашему государству, потому что есть большое количество сведений в источниках, в летописях о том, как молились Димитрию Солонскому нашу предки, прося его заступления, избавления и помощи во время страшных событий нашей истории. И действительно, образы, хранящиеся в Третьяковской галерее, являются уникальными произведениями нашей культуры, позволяющие и рассмотреть историю почитания, и насладиться качеством, удивительной живописью, удивительными цветами древнерусской иконы и поразмышлять о том, какое место занимала Владимир Суздальский Русь в истории нашего государства. Независимо от вероисповедания, от отношения к христианству, каждый человек, интересующийся искусством, может найти что-то свое, интересное, что может обогатить его знания и о культуре, и об истории, и в частности о самом Димитрии Солонском. Я приглашаю вас посетить Третьяковскую галерею, где вы можете вживую познакомиться и еще раз полюбоваться теми памятниками, о которых мы вам рассказываем. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин